Стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, и там выступил президент Украины Зеленский. Вы нынешнюю ситуацию все чаще через призму фаустянского мифа раскладываете, а Владимир Зеленский предложил миф про Давида и Голиафа. Очевидно, кто на какой позиции находится. Приведу небольшую цитату. Мы можем справиться так же, как Давид, у Голиафа нет шансов, но есть потенциал. Он пытается выторговать время, мы должны ускориться. Скорость — это то, от чего зависит жизнь. Удачное сравнение, как вам кажется? Голиаф и Давид? Или что за противостояние сейчас происходит, уже приближаясь к году этой совершенно чудовищной войны? Ну, не новое, это противопоставление. Я, по-моему, даже вам уже рассказывал, в Новосибирском университете хранится набор афортов Шагала. Он много раз иллюстрировал Библию, но вот последний цикл иллюстрации, мне они пообещали на разовое воспроизведение, на обложку книги о Зеленском, дать именно этот афорт. Вот там лежит большой Голиаф, лежит там голова, только видна, лежит даже с выражением некоторого облегчения, что можно больше не быть монстром. А над ним стоит маленький, бородатый, неловко усмехающийся Давид, разводя руками и как бы спрашивая, что это было. Вылитый Зеленский, я поэтому у них и попросил этот афорт мне показать обязательно, и надеюсь, на обложке книги ЗВ он будет. Но что для меня здесь важно? Вот это очень тонкая мысль, которая меня в последнее время сильно беспокоит. Даже я покажу вам эту книгу. Вот мой любимый философ Лешик Колоковский, самый для меня значимый человек философии европейской, Так получилось, что я вчера наконец получил по межбиблиотечному абонементу вот эту книжку 2002 года «Is God Happy? Счастлив ли Господь?» Это книга его религиозных эссе. Колоковский начинал как марксист, но пришел к религиозному объяснению истории. Для меня вот эта книжка драгоценна абсолютно, потому что она содержит все главные пророчества о текущем моменте, особенно великая статья «Дьявол и политика» и не менее важная статья «Мои правильные взгляды на всё, мои верные взгляды на всё». Так вот, Колоковский выдвинул один тезис. «Дьявол во времена просвещения добился известных успехов, отрицая сам себя, маскируясь, говоря, что его нету, делая вид, что политика – это результат экономики, что политика – результат материальных вещей. Под это дело он скрытно наворотил довольно много зла. А совершенно точно, что дьявол в 20 веке показал лицо. Мы живем во времена вторжения мифа в политику. Мы живем во времена, когда материалистические объяснения перестали работать. Потому что с точки зрения материализма уже великая французская революция показала, что материализм не работает. Людям дают свободу, они используют её для того, чтобы смотреть на публичные казни и устраивать их большому количеству, и устраивать оргии всякого рода. А человек не стремится к добру, человек к чему-то другому стремится. И вот наше время примечательно, прежде всего тем, то, что момент объяснения великих исторических катаклизмах стал религиозным, мифологическим. А вот, кстати, любопытный вопрос. Я очень люблю детей во время лекций, а когда они приходят ко мне поговорить про Гарри Поттера, они очень охотно отвечают и иногда догадываются. Вот у нас есть Евангелие 21 века, Семикнижие и Роулинг. В чём главная разница между Евангелием Эзитис, Евангелием Госпел, Евангелием Новозаветным и книжкой Роулинг? Я не беру вопросы качества, не беру вопросы веры, я беру главное сюжетное различие. В чём оно, по-вашему, заключается? Не смогу вам сейчас ответить. Вы чувствуете себя ребёнком? Да, очень некомфортно. Очень комфортно, и вы уже знаете ответ, я по лицу вижу. Сатана действует в Евангелии? Он там появляется один раз. Он появляется, когда искушает Христа в пустыне. Он не действует. Христос сказал, «Отойди, Сатана», и он исчез. А в 20 веке, ну, он материализовался. Он собрался по крестражам, он показал лицо. Зло в 20 веке ворвалось в мир без всяких масок, в своём естественном обличье. Оно рухнуло в мир и заставило с собой воевать, потому что оно не может больше таиться в подполье. Вот в этом заключается главная особенность нашего времени. Это прямое вторжение метафизики в жизнь. И та война, которая происходит сегодня в Украине, это война религиозная. Вот пора это понимать. Мне, кстати, Филоненко, замечательный украинский философ, говорил, не забывайте, что эта война началась в так называемую «Неделю страшного суда». Это война не просто религиозная, это война, даже не скрывающая своей духовной, метафизической природы. Никакими материальными причинами, никакими геополитическими мотивами её объяснить нельзя. Я вот, кстати, с ужасом понял, ну с ужасом, потому что всегда же странно обнаруживать какие-то свои подлинные мотивы. Я с ужасом понял, почему я взялся писать книгу о Зеленском. Я пытаюсь, ну не ради же конъюнктуры, понимаете, потому что писать сейчас книгу о Зеленском значит очень сильно подставляться. Мы же не знаем, как повернуть события, эффектной точки у нас нет. Но я пытаюсь для себя отрефлексировать, даже не тот, когда-то очень важный для меня факт, что страну возглавил комедийный артист, который ещё незадолго до этого на сцене квартала блистал с рискованными шучками. Это, конечно, важная для меня вещь, это оправдание творческой интеллигенции, это доказательство, что творческая интеллигенция может успешно возглавлять страну в глубоких кризисах. Это безусловно так. Но для меня более важно, что политика перешла в другой жанр. Политика из жанра материалистического перешла в жанр мифологический. И вот об этом я пишу книгу. И самое страшное, что это сбывается страшное пророчество Колокосского, у меня здесь заложено, где он говорит, очень может быть, что моя вера абсурдна, но отдайте, наконец, себе отчёт в том, что мир без Бога стал более абсурден, чем моя вера. Да, с этим нельзя поспорить. Произошло вторжение религии в жизнь. И главное, что ведь в чём тут самое главное? Это императивно. Потому что, когда приходит Господь, то уже не отвертеться. Это касается всех. Дмитрий Львович, но если мы продолжим сопоставлять сюжет Гарри Поттера и Евангелия, то Гарри Поттер заканчивается, как любая сказка, окончательным решением вот этой проблемы, присутствия. Но есть вопрос. Да, можно и так это сформулировать. Прости, Господи. Да, звучит ужасно. Не но. Не но. Ну подождите. Во-первых, ни одна сказка не заканчивается окончательной победой добра. Чтобы было продолжение. Да, это закон Грибуда. Понимаете, я всё-таки 20 лет был мужем Ирины Лукьяновой, которая остаётся моим очень близким другом и очень важным для меня писателем. И не говоря уж о том, что матерью моего любимого старшего сына. И вот у Ирки Лукьяновой была в своё время ещё в 98-м году. Замечательная работа о том, что победа над злом перестала быть актуальна, потому что иначе нельзя снять сикрыл. Это хорошая философская такая идея. Так вот, как вы помните, в 25-м году мы получим новую книгу о Гарри Поттере, где он противостоит Лиффи, дочери Вальдеморта. Во всём случае, я так понимаю, потому что Ноу Роулинг столкнулась с необходимостью как-то объяснять новые страшные события европейской истории. Я уверен, что она до многого договорилась уже о фантастических тварях, которые, судя по нас, вадю, должны рассказывать о российских политиках и где они обитают. Но главное, что мы в 25-м году получим новую книгу всерьёз поттере это окончательной победы не может быть. Я должен сказать, что, в принципе, вот эта идея неокончательной победы, она мне не близка. Зло получает всё более сильные удары, ему всё труднее подняться, каждая битва представляется последней. Одно очень важное пророчество Роулинг кажется мне важным. Эта война была выиграна при Хогвартсе. Последним бастионом становится молодёжь. Дамблдор уже нет, ученикам приходится, сыновья уходят в бой. Эта битва выигрывается молодостью против древнего зла. И я очень надеюсь на то, что активизируется русский Хогвартс, который я в меру своих сил своим скромным просветительством с куда более серьёзными просветителями начиная с землина пытался строить последние действия. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку спасибо под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. по-русски по-русски